На Болткоме Ну а мы продолжаем Утро на Болткоме. Мы это Олег Пека и Александр Шонин. Всем здравствуйте. Доброе утро. И к нам уже присоединился по Зуму последний на сегодня, ну именно в рамках утреннего эфира, гость, член травления ЛГБТ-организации «Мозаика» и глава движения «Сожители» Зивис Бедр Каспарс Залытес. Доброе утро, Каспарс. Доброе утро. Доброе утро. Стало известно буквально вчера, и, в общем-то, эта новость есть на портале Микс Ньюс в том числе, что со 2 по 7 июля в этом году... Августа. Ой, августа. Августа, да-да-да-да. Состоятся мероприятия балтийского так называемого «Прайда» общим количеством более 40. Расскажите подробнее, что нас ждет. Чему посвящены какие-то основные события? Да, как мы уже говорили, в этой неделе, с 2 по 7 у нас будет более чем 40 мероприятий. И как каждый раз в «Прайде» эти мероприятия будут, там, культурные мероприятия, политические мероприятия. Так что, ну, в этом году, к сожалению, мы знаем, какая эпидемиологическая ситуация в Латвии. И в большинстве все мероприятия, которые люди смогут смотреть тоже в интернете, ну, будет часть мероприятия, в которых, конечно, люди смогут участвовать, как мы говорим, живую. Но это только открыто для тех, у которых есть годный ковид-сертификат. Так что у нас будет две большие конференции насчет равноправия в рабочем месте. Будет юридическая конференция про честь человека, если мы вспоминаем тоже решение суда, конституционного суда. Так что программа очень большая. Ну, то, что мы, конечно, в этом году «Прайда», как люди понимают, существ, которые будут на улице, к сожалению, не будет. Мы очень приняли это решение, потому что понимаем, что нам или надо будет отказать очень многими людьми, или просто у нас нет ресурсов, чтобы такое шествие могло произойти. Но у нас есть другие виды, как это мероприятие будет происходить в 7 августе. Если я правильно понимаю, в последний момент решено было «Прайд» провести, «Балтийский» именно «Прайд» в Риге, он чуть не уехал в Таллин. Нет. В каждой стороне происходит «Прайд» через три года, и мы уже знали, что «Балтийский» «Прайд» произойдет в 2008 году. Так что каждый год «Прайд» происходит в одной из столиц. И в прошлом году, к сожалению, «Прайд» не прошел в Таллинне, потому что была такая ковид-ситуация, и на следующем году «Прайд» будет в Вильнюсе. Если сравнивать ситуацию в трех наших соседних республиках, где все-таки более либеральное отношение общества, где более такое нетерпимое отношение общества к ЛГБТ-представителям? Ну, сейчас уже очень трудно сказать, где самая худшая ситуация. Мы знаем, что в Латвии самая худшая ситуация по правам человека, по правам ЛГБТ, и мы знаем, что мы в 41-м месте вообще в Европе из 49 стран. Ну, это, конечно, не показывает, что у нас в обществе столько большая нетерпимость. Но в самая либеральная ситуация, то, конечно, мы видим, что это в Эстонии. Так что, ну, если мы смотрим «Прайд», самый большой «Прайд», который происходит, это или мы меняемся, или это в Риге, или это в Вильнюсе. Каспар, скажите, а вы говорите о 41-м месте из 49-ти в Европе. За счет чего? Какие параметры берутся во внимание? Есть очень много параметров. Это сколько защищены люди из нападений на почве ненависти. Есть ли законы, которые бы защищали людей из дискриминации? Есть законы, которые помогали людям, транс-людям? То же самое регистрация однополых... Отецей, извините, по-моему, Отецей без отношений. Да, так что есть очень, там, более чем 50 всяких параметров, и мы видим, что мы в 41-м месте. Худше только из Евросоюза, только в Польше. Мы, конечно, знаем, что на следующем году худше будет и в Евросоюзе, это в Венгрии, ну, дальше уже идет Россия, Турция, Армения, Азербайджан. Так что, ну, самая лучшая ситуация в Европе. Это очень трудно это поверить, но это в очень католической стране, это в Марте. Интересно. Чем это объясняется? Как это? Да, есть, есть, да, ну, я один пример могу сказать по индексу. В Латвии только 17% из всех критериев есть, и в Мальте 92%. Так что наследие на втором месте только Бельгия. И это очень, очень легко сказать, Мальта очень маленькая страна. Там, если не ошибаюсь, 400 тысяч людей живут, и они понимают, что они живут там, где они живут. И всем людям надо равноправие, и они никуда не уедут, они никуда не уйдут. Они живут в центре моря, и они приняли решение, политическое решение, что они хотят быть равноправной страны. И это не только про вопросов ЛГБТ, это про вопросов эмигрантов, это про вопросов прав женщин. Так что эта страна понимала, что права человека – это в центре страны. Что касается защиты прав ЛГБТ-сообщества, какие законодательные инициативы поданы, будут рассмотрены в ближайшее время, в том числе инициированные вашей организацией? Ну, сперва это мы работаем о том, чтобы были признаны отношения нерегистрационных пар, которые не регистрали свои отношения, так что это в центре нашей работы. И мы, конечно, будем и дальше работать. И на данный момент работа происходит и в парламенте, и в Министерстве юстиции, которые разработают примеры, как мы могли бы решить этот вопрос. Нам надо тоже вспомнить то, что Конституционный суд принял решение, что 1 июня следующего года надо принимать какое-то решение, чтобы пары были защищены. И второе, на котором мы, конечно, работаем, и мы очень рады, что уже парламент принял. Один вариант – это тоже про защиту от нападения на почву ненависти. Так что один шаг уже подтверден в этом лете на защиту людей от нападения на почву ненависти. Ну, и еще мы идем дальше, будем работать насчет этих вопросов. Касов, расскажите, пожалуйста, я, насколько понимаю, будет в рамках мероприятий также организованной, вы говорили, юридическая поддержка. То есть люди, которые сталкиваются с дискриминацией, не могут обратиться за юридической помощью? Люди могут обратиться за юридической помощью 365 дней в году. Надо просто написать нам письмо и рассказать, что произошло. И в большинстве случаев мы работаем над этим или просто даем консультацию. Но в прайде будет юридическая конференция. Это конференция юристам и философам о том, что такое человеческая честь. Потому что честь человека – это был один в центре решения конституционного суда. И это такой очень специфический термин в юридической терминологии и тоже в прав человека. И в этой конференции будет очень много профессоров. Мы будем говорить про очень много вопросов прав человека. Это в том числе ЛГБТ, в том числе этнических миниоритетов, в том числе людей с инвалидностью. Так что одна из больших целей прайда – это мы не только говорим про вопросов ЛГБТ. Мы говорим про всех прав человека. Потому что мы понимаем, что есть нападение на одну группу, рано или поздно будет такое и такие же нападения на другое. И это мы видим. Некоторые политики, например, начинают себя признать как потерь Салыдзина от Холокауста Уппурим и так далее. Мы это понимаем, что если есть нападение на одну группу и будет нападение на другую, некоторые политики так и не работают. Так что нападение на одну. Ну, если мы смотрим на национальное общество, объединение, у них что, пять лет назад было русские идут, сейчас геи нападают, и потом нам тоже беженцы нападают. Что будет следующее? Ну, это мы увидим попозже. То есть враг всегда находится? Для этой организации, конечно. Какие еще, может быть, несколько слов еще о мероприятиях, как принять в них участие, нужно ли заранее регистрироваться, нужно ли быть сертификатом, можно ли удаленно участвовать, какие-то такие вещи. Да, в большинстве все мероприятия, конечно, будет в интернете нашей фейсбука-плошадке, так что там, конечно, могут участвовать. Самые большие мероприятия, если мы смотрим в интернете, эти будут в портале ТВНЭТ, так что все люди смогут это, конечно, увидеть. Ну, те мероприятия, которые произойдут в Канепе Скульд Уэрс Центр, там вход только с сертификатами, и будут очень многие мероприятия, комедий-шоу, драг-шоу, будут фильмы, если мы смотрим очень много, у нас будет пять фильмов, которые вход, и вход во всех мероприятиях бесплатный. Так что это тоже одна из целей Прайда, что в большинстве 95% это бесплатно, чтобы каждый человек мог прийти и участвовать. Ну, конечно, нам надо понять, что есть место очень ограниченное, и вход во всех мероприятиях – это только с КАВИД-сертификатами, это или вакцинированный человек, или в последние шесть месяцев человек прожил КОВИД. Так что, к сожалению, у нас ситуация такая, и мы будем очень ждать всех людей, которые хотят присоединиться, и те люди смогут тоже смотреть все наши мероприятия, в том числе концерт и проезд Прайда в 7 августе. Каспар, в завершении, может быть, вопрос тоже организационного характера. Вы говорите, вход свободный, бесплатный, только с сертификатами, но тем не менее, а как пресекаются какие-то эксцессы и провокации? Насколько они частны на ваших мероприятиях? Сколько охраны? Достаточно ли ее? Ну, то, что мы видим, и то, что по ситуации, которую мы видим, есть эти радикальные группы, они очень маленькие, так что мы, конечно, понимаем, что это тоже прав человека им там быть, но мы принимаем, у нас, мы работаем тоже вместе с полицией, мы слышим, что нам полиция говорит, что у нас говорит Рижская дума, так что у нас будет охрана, как и в других мероприятиях, так что мы ничем не отвечаем, и мы не ждем никаких там эксцессов. Конечно, будут люди, которых не нравится Прайд и мероприятия, но мы не ждем. Если мы смотрим на то, что было в 2006 году или в 2005 году, ну, в этом году было 3000 тех, которые были против Прайда. Если мы смотрим в 2018 году, было 14. Так что Латвия меняется, и люди становятся намного толерантнее. Так что, ну, мы увидим. Ну и хорошо. Еще раз напомним, что на страничке в Фейсбуке можно следить за программой, и если кто-то хочет узнать подробнее, обращайтесь, наверное, именно туда. Или на портал Микс Ньюс. Мы благодарим членов правления ЛГБТ-организации «Мозаика», главы движения сожителей Каспарса Залитеса. Речь шла о мероприятиях Балтийского Прайда, который состоится в Риге со 2 по 7 августа. Удачи, Каспар, всего доброго. До свидания. А мы напомним, наверное, что завершается, конечно, утро на Болткоме, но эфир продолжается, и буквально вот через новости выйдет программа «Подоплека», и вместе с профессором Латвийского университета, политологом Янисом Икстенсом поговорим о рейтинге университета, интеграции его в мировую науку и давлении английского языка на латышский. Далее последует культурная среда, и вот в час дня, просто такая внеочередная у нас будет программа, встретились, поговорили, аккордеонистка Ксения Сидорова, которая приедет, она еще не в Латвию, но собирается приехать в Латвию и выступить. В часу дня. Выступить в конце месяца на Юрмальском фестивале, так что поговорим и об этом. Спасибо большое и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok